Всем привет! С вами Илья. Вы на канале, на последнем независимом канале художников. Так сказать, все кто за свободу карандаша и кисти присоединяемся, ставим лайки, колокольчики, не раздумывая и не размышляя, надо или не надо. Значит о чем сегодняшнее видео? Я вам скажу, меня преследовал какой-то злой урок. Дело в том, что 27 февраля было 100 лет со дня рождения Евгения Тихонича Мигунова. Фигура знаковая детская иллюстрация, абсолютно культовая. Его уважают и уважали все всевозможные художники, не художники, недохудожники, выпускники всех британок, американок и всего чего угодно. Всегда уважали Мигунова и признавали его, так сказать, почему? Потому что это наше золотое наследие. Меня просили как-то написать обзор его техники, рассказать о технике рисования. Хорошие люди, так сказать, тоже фанаты его творчества. Дело в том, что я иногда сам иногда путаюсь, потому что думаю, ну блин, ну неужели же такие вот очевидные вещи надо обсуждать и нужно рассказывать. Ну, тем не менее, 27 февраля по радио и на ютюбе вышел ролик радио станции Аврора, где, значит, там человек, по-моему, Бородин по фамилии рассказывал, биограф своего фильма рассказывал всякое интересное биографии Евгения Тихоновича. Ну, также я, значит, окунулся в эти дела, так сказать, по память, потянула память. Я пошел, значит, во все группы ВКонтактах, которые знал, где был добавлен хэштегу Мигунов. Вот посмотрел еще раз, значит, с ним интервью в документальном фильме классиках советской анимации. Вот, и, значит, перечитал еще раз его биографию и, значит, стал записывать видео. У меня появилась пара таких, знаете, как сказать, пара копеек, мои пять копеек, которые можно было вставить. Маленькие уточнения, потому что я считаю, что, в принципе, когда мы все единомышленники, все, так сказать, фанаты, почитатели, поклонники, люди уважающие, помнящие и знающие, нам все равно будет интересно посмаковать, еще раз, так сказать, погрызть хрящики, так сказать, да, порыться в вазочки, поискать вкусные конфетки, образно выражаясь, что-то такое еще про него сказать. Но, вы знаете, я записал, вот не соврать, четыре видео, ни одно не пошло, потому что в одном я, короче, эхо, во втором что-то не то, поперло там всякие междометия, это, это, короче, не пошло. В третьем видео опять эхо в середине, не знал, как от него избавиться, уже перестраивал такой, этот студию, это, значит, ОСБ, ОБС, сейчас идет, а последнее, друзья, я записал, я так красочно все рассказал, что свою мысль донес, все, да, и в конечном итоге открываю ОБС, чтобы закрыть, а там было начать запись, то есть я нажал и как-то закрывая, что ли, выключил эту ОБС, долбанную, и, короче, полтора часа трындел, просто сам себе, как индюк, глухарь на таку. Это было позорно, это было больно, это было не прикольно, это было ужасно, я распсиховался, плюнул, короче, видите, на долгое время замолчал, потому что думаю, нахер, не могу я никак, в общем, нарисовал этот заказ, и вот, что я хотел рассказать, и показать, и объяснить, ну, не объяснить, а вы-то и так все понимаете, прекрасно, но, что я мог бы сказать, добавить по поводу, значит, маленьких уточнений по поводу биографии, и, так сказать, того, что было сказано, секунду, что-то я хочу чихнуть, не боимся, маски на камеры не одеваем, ну, давай, нет, сука ушло, блин, зря я вот это сказал, нужно было, ладно, смотрите, какая фишка, значит, там видео есть, ну, на Авроре, на Авроре, значит, есть рассказ, все вспоминают, что, типа, на Мигунову был наезд по поводу этого, значит, чистки кадров, типа, борьба с космополитизмом, и вот, типа, Мигунову присваивали Диснеевщина, вот, там, типа, вот, Диснеевщину, типа, ну, и, значит, как это сейчас воспринимается, типа, вот страшная советская власть в то время, Сталинщина, 48-й год, боролась космополитизмом, ух ты ж, бляха-муха, и нашего Евгения Тихоновича чуть не зачморили, чуть не замордовали, так воспринимает его биограф, так он это и донес, типа, когда его спрашивают на голубом глазу, товарищ, типа, я тут сейчас открою для себя для вдохновения, чтобы больше помнить о Евгении Тихоновичу его рисунки, я очень часто вдохновляюсь, не срисовываю, но в то же самое время наслаждаюсь его техникой, чтобы близко к ней быть, мне уж и мне нравится, нужно себя окружать теми вещами, которые тебе, когда тебе, например, стоит, полный ступор, ты не знаешь, что рисовать-то, что делать-то, а открой любимого автора, и ты близко-близко пойдешь, он тебе где-то копнет в твоих мозгах, и пойдет процесс, так вот, его спрашивает, значит, ведущая радио, типа, слушайте, ну а вот, типа, а что такое, Тихоновичина, антропоморфность, когда животные, типа, изображали людей, говорит, начинает рассказывать Бородину, хороший человек, я не против него, я не хочу хайповать на его, об этом самом, не хочу на него ругаться, ну блин, дело в том, что если вы действительно, ну люди мыслящие, трезвые, рассуждающие, я еще раз проверю, братья, сестры, все нормально работает, значит, помнящие и понимающие это самое, да, откройте, пожалуйста, биографию Евгения Тихоновича, и прочитайте, там он очень подробно, живым, классным языком, рассказывает, как он, значит, как это все происходило, и вы увидите, какие портреты он дает этим главным участникам, этим вот критиканам, этим вот мразотам, этим вот гадам, которые, так сказать, наваливали там тогда, хотели завалить там, и вы, ну, слушайте, сплошь алкашня, тупые уроды, с отрашенными мордами, безвкусные, без это самое, в общем, ограниченные кретины, то есть, я к чему клоню, например, вот этот самый Бредис, разговаривая с Мигуновым, накануне, говорит, скажешь что-нибудь там, типа, выступишь на собрании, он говорит, космополитизм завалить, типа, я готов, а мол, типа, там, товарища пострелять не хочу, то есть, понимаете, дело в том, что, чтобы вы понимали, борьба с космополитизмом, это такая, как бы, компания, вот, как сейчас, например, на телевизоре, везде идет, типа, борьба с либерастами, вот, потому, что пошло вот это вот поклонение западным вещам, ну, оно, как сказать, ну, просто уже назрело, молодежь уже подросла, которая еще и не воевала, плюс дети начальников, в то время был джаз, становился все более-более модным, еще это время даже до стиляг, стиляги чуть позже, вот, а это же, вот, помните, вот, когда, вот, в фильме стиляги, папа, полпред в Америке, сын говорит, мы тоже свое время, вот, по Бродвею гуляли, вот, он имеет, вот, именно, вот это время, и, разумеется, вся, все это всегда, ну, у нас, стране, да, во многих странах, это носит характер компанейщины, везде это и всегда, но, просто, понимаете, есть это такое, вот, не повезет на дураках, как говорится, да, и вот, Евгений Тихонович не повезло, потому, что одни дебилы вычищали, и вторые к ним подтягивались, как происходила ситуация, ну, я откуда знаю, я читал разные книги разных авторов, и там, иногда, упоминался вот этот период, ну, так, волей судеб, получается, не специально, не типа, там, книжка, как мы жили в сталинские времена, в период, борьбы с космополитизмом, мы носили дудочки, а нас их снимали, гадские, патрулир, комсомольские, рвали нам плечи на пиджаках, ну, не так, нет, просто, например, читаешь книгу, там, про наездников, жакеев, он рассказывает, был у нас на конюшне жеребец, дарлинг, ну, по-английски, значит, дорогой, на утро еду, а на деннике уже написано, дорогой, а что такое, типа, борьба с космополитизмом, западным влиянием, директор приказал, ну, тут дурак приказал, типа, ну, люди выполняют, ну, дурак приказал, не сталин позвонил, сказал, у вас там есть жеребец по кличке дарлинг, ну, ка, быстро переименуйте его, блин, в дорогого, булки накануне были, вчера еще были французская, сегодня с утра она выходит городская, помните, булка городская, кто-нибудь, что, на советском времени жил, когда, наверняка, значит, помнит, булка городская, вот, до такого, ну, до такого тупизма просто доходило, так вот, всегда относилось компанией, ну, и люди, значит, это самое, везде искали, так сказать, пытались, как бы, там, выпендриться, ну, порисоваться, ну, выполнить задачи, мы вот тоже, 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 типа, боремся, боремся, да-да-да, у нас тоже есть, кое-где иногда, у нас порой, там, ух ты, мы их всех поймаем, накажем этих космополитов, вот, устроили такое судилище. Так вот, по описаниям Евгения Тихоновича, это, понимаете, это не какая-то, вы просто, просто правильно поймите, не какая-то злобная гнилая власть, а конкретно дебилы на местах, причем дебилы были, тупорылые, он их так и описывает, что, господи, как вот это, там, который выступал на трибуне, говорит, типа, там, Натя, здрасте, это что, по-русски, а мы, типа, а сам-то шо, сам, без трикласса образования, ну, фронтовик, ну, тупой, как этот самый, как пробка, вот, потом выступал, типа, там, приедет, и неожиданно ехал на, значит, на Мигунова, и, типа, там, значит, за Диснеевщину, а потому, что Диснеевщина, на самом деле, ну, как сказать, ну, мультфильмы, да, она оказывала огромное влияние вообще на тот момент, на мультфильмы, Дисней, конечно, был не первый, и не пионер, он тоже учился у, до него люди, так сказать, это все дело, кстати, одни, наши тоже одни из первых делали мультики, еще, когда вот, черно-белое, не мое кино, первые, все вот эти дела, люди сразу же пытались рисовать и снимать мультики, то есть, какие-то наработки уже были в анимации, Дисней просто это все дело превратил в науку, и Дисней все это дело организовал и объяснил громко, а как люди, от кого первого слышали, от того, значит, и запоминаем, так вот, Дисней придумал главные принципы, ну, не придумал, а как бы озвучил главные принципы анимированности, анимации, ну, кратко я расскажу, если кто не знает, например, что если пароходик, который затормозился, то качнется даже труба, крышка на трубе, дымок должен потянуться, окошки подпрыгнуть, ну, такая хрень-то, все должно сработать в кадре, не просто вот мертва картинка, то есть, так же человек остановился, у него там голова качнулась из кармана, что подпрыгнуло, то есть, вот такие вещи, те, кто опытный аниматор, знает это, подмечает, и это называют анимацией, ну, еще сама моторика движения, конечно же, плюс, Дисней, конечно же, конечно же, разработал интересный момент, в 48-м году, в 42-м году вышел мультфильм Бэмби, в 42-м году, и там были нарисованы вот эти вот сладенькие, всякие там, пташки, мылашки, вот, это стало называться Дисней, и плюс к тому еще, где-то в 37-м году, например, был, ну, это не знаковый, но я просто, что вы можете на ютюбе найти, был мультфильм «Маленький Гайавата», и вот, если мы сейчас откроем, ого, это кое-какие, ух ты ж, да, ютюб, секонд, 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 my friends, one second, «Маленький Гайавата», вот оно, но нет, ну, вот «Маленький Гайавата», вот он, 37-й год, Диснеевский плывет, заткнись американский гадкий голос, плывет наш маленький Гайавата по Лонгфелло. Лонгфелло, конечно, я читал Лонгфелло, мне очень понравилась книжка. Вы, кто любите легенды, этот голос дней минувших, говорящий так по-детски, что едва услышит ухо. Песня эта или сказка, вам из диких стран принес я эту песнь о Гайавате. Да, я читал Гайавату, даже чуть запомнил наизусть. Так вот, это Гайавата, и вот он доходит, тут тоже все-таки милые, сладкие, все это самое, но в книжке он взрослый. Дальше он добегает, смотрите, это я не говорю, что это где-то есть такие документы и пруфы, это просто я рассказываю, иногда бывает откуда вылазит та или иная хрень. Так вот, даже сам походу и Мигунов не очень сильно тогда оценил и понял в чем дело. Смотрите, вот медведь, морда медведя, видите, медведь это. Вот она. Вот видите, анимация и ну понимаете, стилистика персонажей нарисована. А теперь смотрите, тот самый мультфильм, за который склоняли Евгений Тихонович. Чемпион. Чемпион. Ух ты. Блин, порой здесь написал. Чемпион. Мультфильм 48-го года. Смотрите, вот он он. Обратите внимание, вот что-то. Да, ну, откройте сами. Вот, раз. Видите, волк. И вот ведмедь. И вот волк. И вот медведь. То есть, на тот момент, как вот сейчас, знаете, рисую часто бывает, с красными носами, там, с точками глазами похоже, смотришь, стилистика. Была такая просто, ну, решение к стилистике. Так придумывали рисовать. И он просто интуитивно похож. За что был повод ему придраться, типа формализм. Не придумал своих персонажей, а нарисовал так же, как у, пюх, гадского Диснея, антикоммуниста, этого, информатора ФБР, гада. И масона, блин. Масон, посетитель, блин, этой, богемской рощи. Ммм. Но Мигунов оказался Евгений Тихонович умный. Он нашел там, ходы ему подсказали. Товарищ принес, ну, почитайте. Интересно будет. Там он нашел, значит, мультфильм, в котором, значит, Бредис был директором, был, значит, режиссером главным. И там было полностью все содрано с комикса диснеевского. Сюжет, персонажи и все, что происходило. Трюки. И говорит, типа, там, я согласен. Или давайте исключим из повестки дня, там, типа, из повестки про Диснея. Или давайте добавим тогда во враги еще и Бредиса. Ха-ха-ха. Ну, в общем, и все. Это дело закрыли и забыли. А сам Евгений Тихонович говорит, мы так решили Волка, что потом, когда вышел, ну, погоди, никто вообще ничего не говорил по поводу стилистики. Хотя, пожалуйста, ну, погоди, ну, это же вылитый этот сам Волк. Ну, оно и правда, оно так и есть. Посмотрите сами, убедитесь сами, оно очень близко к этому похож. Да, конечно, не совсем один в один, но, извините, принцип тот же самый. Вот. Волки, ну, погоди. Помните, да, как мы все рисовали в детстве. Все такое. Все то же самое. Принцип решения стилизовать условности. Так вот. Я к чему хотел уточнить, что все-таки, друзья, надо так гнать на прошлое усиленно. Люди жили, выживали, как могли, работали, как могли. Но дело в том, что дебил и кретин, который вот эта компоничная борьба. Посмотрите, что сейчас происходит, например, в политике с этим. Троицкий не то сделал. Сейчас там пишут на него письма Артеме Троицкий. Этот Семен Слепаков что-то спел, не так сказал там про этих самых. Опять тоже та же самая травля идет просто буквально. Вот вам и история про этих товарищей всех гадостных, так сказать. Извините, стоп, стоп. Attention, please. Attention, where is my... 21. Ну вот. Продолжаем. 21. Продолжаем разговор. Вот. Поэтому не надо думать, что там прям какие-то были компоничные. Дебилы были везде. Вот. Во всех... Какая-нибудь такая хрень. Тюлень, Архар, тюлень. Какая-нибудь такая хрень. Ой, как напишут. Напишут-то прекрасно, но потом вот это человеку уже 90-го журнала. Мне это рисовать все эти дела, так сказать. Ну вот. Дальше. Ну и немножко, то есть я хотел сказать, еще раз развею свою мысль, что по большому счету очень часто все было столос на людях. Нормальный человек, нет никакой, нет никаких перегибов. Дебилы, перегибы есть. И говорить, типа, там, да это, блин, нет. Это, блин, вот такая власть была. И поэтому были такие... Нет, ребят, они сейчас везде и всюду. Везде и всюду. Они же, вот это вот эти же дебилоиды, например, пытались запретить показ кадров исторических, когда бросают фашистские знамена к Мавзолею. Типа, демонстрация фашистской символики. Ну это же какой-то кретин. То есть пришлось вмешиваться, говорить там людям это самое, принимать решения, типа, ну, ставить на вид. Ну это же делают кретины, кретины. Ну то есть, ну, всегда есть какие-то перегибы, какие-то... Или вот там учительница купалась, моржевала там в купальнике, показала себя возле проруби. А-а-а, она показывает в инстаграме себя в купальнике, дети увидят. Она, учительница, не имеет права. И все говорят, это такая власть. Да никакая это не власть, это дебилы на местах, дебилы на местах. И Евгений Тихонович, хвала вечной его память, земля пухом, царствие небесное, так сказать, он тогда все четко описал эти персоналии. Это были не какие-то хитрые, такие прожженные, гадостные, там, хитрованские коммунисты, парторги бешеные, а это были дебилоиды, блин. Дураки. Вот кто это были. Два дурака, мерзопадок, которые хотели там за счет своих этих самых себе продвижущих людей. Ну так вот, про это оставим. Значит, что еще я мог бы, наверное, 5 копеек добавить? Нет, не нравится, когда занимаются вот этими вещами и рассказывают о художниках, конечно же, все-таки. Историю-то он рассказал. История была замечательна. Евгений Тихонович был, конечно же, мастер на все руки. Художник, его называли Женька, которая может все это. Правда. Кстати, привет Сижиспику большой про слова, что талант это выдуманная хрень. А кто тогда, пожалуйста, скажите, научил, какая усидчивость научила Мигунова стихи писать? Стихи он писал, декорации оформлял, с аппликацией работал, рисовал куклы, придумывал механизмы для тех, сделал разработку для всего кукольного мультфильма, основу заложил. И именно Мигунов. Какая-то усидчивость. Это усидчивость, дорогая моя. Я не чувствую себя ультерменьшим, как мне один слов. Так что тогда получается, если есть таланты, а есть ультерменьши? Нет, я не чувствую себя ультерменьшим рядом с Евгением Тихоновичем. Я просто чувствую величину его таланта. Я не принижаю себя, я уважаю его. Я уважаю его талант. А не чувствую себя каким-то ущербным. Ой, я не могу рисовать как Лембрандт, значит я ультерменьш. Ну что за бред собачий. Ладно, оставим дальше, значит, о чем я хотел сказать. Смотрите, какой момент, чего не говорят люди, которые причастны к этому. Если ведут биографию художника, не так четко и точно говорят, скажем, о каких-то вещах именно в рисовании. Дело в том, что помните, я говорил, что меня просили разобраться по поводу техники рисования Евгения Тихоновича. Так вот, я в какой момент обратил внимание, на что никто не говорит. Вот, значит, у нас у меня здесь, смотрите, вся его техника в первую очередь лежала на том, на его огромной работоспособности. На его огромной загруженности, того, что он сам себя, например, тоже загружал. Вот то, что мы сейчас делаем на компьютере, он делал в десятки раз больше. Вот если бы он делал на компьютере, у него бы еще больше вариантов было. Но вы представьте, вот это все он рисовал. Это проекты, то есть эскизы, наброски для детской пластинки. Он придумывает место под тексты. Это все прорисовано фломастерами, судя по всему. Вот, покрашено. Смотрите, в каком качестве это все нарисовано. Здесь так вообще, вот практически вот эти вот два, нижние три, практически вот рисунки вот готовые, готовые рисунки, господи. И вы понимаете, придумать, где ухо загнуть, где опустить морду собачки, где собачку, здесь кошечка, здесь девочка, здесь мальчик. То есть и такой вариант, и такой вариант, и такой, и такой. Дальше, это все руками, ребята. Это все он сидел и рисовал руками. Дальше, это вообще крышесносная хрень, смотрите. Ходач, это эскизы. Эскизы, иллюстрации. Это не иллюстрации, это варианты. Это, ну когда я такое вижу, ой, не то, извините, сори. Когда я такое вижу, мне просто не надо, крышу сносят. Потому что, посмотрите, такой вариант, такой. Три варианта с богатырем, больше, меньше, и все в цвете. И все в цвете. Здесь я пером делал, здесь делал фломастером, здесь тоже фломастером. Вот такой вариант, такой вариант. Здесь про время. Вы многие из них видим, которые пошли в дело, в действия пошли. Ну а это эскизы, черновые наброски. Так, конечно же, когда, например, Евгений Тихонович начинает работать, начинает рисовать. Мы у него видим вот такое. Назад. Сейчас веселые картинки. Сейчас будем по голову слушаться. Что веселые картинки? Где тут? Веселые картинки. В, 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 в. Веселые. А, в, в. Веселые картинки. Хорошо. Ну вот, например. Вот, например. Это, видите, как проработано, прорисованы все до мелочей. Вы думаете, что это рисунок тоже самого Мигунов? Нет, это Мигунов ранний, можно сказать. Ранний. Видите, сколько, сколько линий, которые создают фактуру ткани, ее мягкость. Ее, это самое, значит, вот, смотрите, насколько тут тоже прорисованы доски. Фактура нарисована. Затенены щеки над веснушками. Рукава проработаны. Все такое видно, что обвисшее, неаккуратное. Может, даже мокрое сохнет на солнце, я не знаю. Ну, короче, такое висяшее. И мальчик еще нарисован более-менее, скажем так, пропорционально правильно. И вот, например, мы его сравниваем. Берем и сравниваем, например. Берем и сравниваем, например. Чтобы такое поярчето. А, эти самые сорванцы. Мои обожаемые сорванцы. Вот. Блин. Все. Никаких тебе вот лишних шлифов, которые бы делали фактуру ткани. Раз-раз белым оставлен блик. Графические линиями показаны складки, где-то тень. Но настолько все вкусно и на месте, и точно поставлено, что здесь уже добавить не фиг. Мука. 87-й год. Вот нарисован этот мельник. Все. Акварелью брошены тональные там цветовые пятна. Тушью нарисованы где-то чуть больше, чуть меньше придавлены. И все. Все лаконичнейшее. Ничего не вырисуется. А почему? Мы думаем, как же он пришел к такой... Да потому, что он пришел к такой технике. Она у него отсекалась. Ну, я так могу. Я, конечно, его лично не спрашивал. Но мне кажется, я не знаю, если не прав, поправьте меня. Но когда человек рисует столько вариантов обложек... Друзья. 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 Я же просто еще могу вас так пока называть некоторое время. Смотрите, что происходит. Господи. Писать варианты Кирбулычев. И так, и так. И придумывать шрифты. И так он нарисовал ее. Там девочка из будущего три капитана. Там астероиды. Вот такой набросок. Такой набросок. Такой. То есть он в наповеднике сказок. Золотой кто-то там это самое. Кирбулычев. В цвете он делает эти все дела. Да, мы много видели в цвете. В такой вот розовый, голубый. Все это он работает в варианты. Вот одна и та же Алиса. Два варианта рисует Алисы. Зубами без зубов. С открытой, так сказать, секси в рубашке в русской. То есть, блин. Ну, этого одного, вот этого бронтя. Капец сколько. С ушами в этих... Смотрите, во всех этих... Это пристрелочные наброски. К сериалу Алиса. Пристрелочные. Столько пристрелочного делать, ребят. И естественно, что когда он делает такие вот пристрелочные наброски, то потом он рисует вот так. То есть, у него каждый штрих четко на месте. Линия проведена и дальше уже нехер вести. Потому что рука уже сама набивается и находит это место. Вот одни из ранних. Когда много всяких штрихов. Он тут прорисовывает, рисовывает. Вы можете, вы можете сказать, типа, там... Да, наверное, он устал. Да, ни хрена, он не устал. Дело в том, что он просто уже рука, как магнит кладется, именно как вот, как столер, когда работает. Он не делает лишние движения. Он раз, два и все. Ты смотришь, гвоздь забил в двух Так я все время, лично наслаждался таким моментом, как он гвоздь забивает. Ставит гвоздь. Пам! Пам! Два удара. Гвоздь входит ровно. Я начинаю там. Дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй-дуй! Ну, как так? А вот у него они как родные в лазили. Вот поэтому и здесь точно так же. он уже теперь не вырисовывает вот пожалуйста этот самый петрушка и так и так и так нарисует это все понимаете это все готовые рисунки которые потом никому никогда никто их не оплачивает то есть это все входит в аванс в аванс и поэтому появляются такие вот рисунки когда быстро нужно рисовать нас каждому как небольшая были достойно оплачивали вот это стоило в то время господи что говорить 20 копеек 15 копеек бутылка молока литровая и 5 копеек коржик курсантом съел и сытый на полдня смотрите это наброски к этому самому волшебник из грудного города наброски мать его наброски это уже готовые рисунки сейчас так рисуют художники понимаете какая хрень сейчас так люди рисуют и говорят вот я нарисовал я мастер я детский иллюстратор вот все вот а тут вот так рисуют вспомните пожалуйста книжку про свинку пепу не пепу это свинка ну короче такая хрень какая-то западная продавалась в магазинах в то время вот сейчас так рисуют люди молодежь 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 сейчас так рисует и говорит что а вот я типа там работал над обложкой работал блин не знаешь где работа вот люди господи рисунок 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 вот раскрашены его же вот господи тоже рабочие материалы тоже что-то тут безумное такое всего много но елки-палки понимаете это все в цвете и мы уже посмотреть на себя то есть я считаю что его техника очень сильно было еще обусловлено тем что он рисовал просто был работа голик и не боялся трудиться рисовал сумасшедшие поэтому когда наши ребята сейчас говорят что там типа да мы типа вот тут должен мы должны больше получать да мы типа там можем да мы троллевали господи посмотрите на вот этих вот там всяких выпускников британок и всего остального господи там сможешь когда нарисована и деть твою мать за ну чё трудно было еще порисовать немножко поработать от персонажа мне как рука упала она рисует чего-то там какой-нибудь все равно его не брошу там смотришь там книжка это я рисовала там значит челлендж книг сказки к этим самым барто какая-то хрень какое-то кривое медвепузило лежит сбоку тут какой-то паркет нарисован на всю картину коричневым обои зачем-то все равно его не брошу и она наслаждается вот это вот то что себя называют тоже художник насчитает это же коллега обсуждает негодует сетует на заказчиков тут бы как бы сам думаешь а художник это люди скажут что художник 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 вот такие пироги друзья мои так что что я хотел сказать такое короткое видео еще раз взглянул записи вот побаиваюсь вот такая вот единственное что я мог бы добавить еще ой потому что фигура была настолько глобальная настолько сильная и мощная что честно говоря понимаете мы очень многое часто воспринимаем как тип вот его там не давали его не пускали такие но это очень часто бывает вот например я я могу например так вот если потомкам рассказывать я могу например у меня там была ситуация в училище когда я по здоровью с одного факультета на другой радиотехника у меня было четыре балла меня перевели от эти факультета военно-морская авиация подводного я такой мне говорят так заулов значит смотри радиотехника здесь на полгода больше изучалась тебе нужно типа дождать нахера но уже есть оценка не 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 это начни зачет тебе надо дождать вот эти вот и ты значит направляешься и подавателю валентин купрячий чижавка а там был самоучка на кафедре один купрячий жавка земля ему пухом это короче человек профессорских знаний но самоучка самородок кулибин он понимал и знал все но у него не было никаких там докторских степеней он там я был просто лаборантом ну потом как-то дошел там до преподавателя стали ему доверять лекции читать все такое то есть у него был вышел но он короче знайка знайка вот прям вот такой и принципиальный блин принципиальный а я короче как попадаю а там нужно это гармоники рисовать какие-то графики что-то высчитывать тригонометрические уравнения рисовать я уже хотел ему сая собирал сахар насыпать его в запорожец в бар запорожец был горбатый а про него я что-то мне уже не пожалел потому что ему сыпали сахар в бензобар его машину там пятикурсники ставили между двух деревьев чтобы очень не вы и зато ставлю ставили может не был такой вреду принципиально тут он знает и требует от остальных типа вы тоже знаете это правильно вы дело в том что я за 21 год служат на крайне значит на знаменном северном флоте военно-борской авиации ни разу не сталкивался с радиотехника ни разу том в том объеме который требовался для передачи вот эти вот полгода не гармоники не рисовал никаких тригонометрических уравнений высчитывал ничего я я просто делал юстировку там настраивал станцию там сопрягал станцию с ракетой тут менял блоки доломались делал предполетную подготовку регламентные работы все это я делал все я был специалистом я смотрел совместные специальности ядрен батон вот я могу будущем сказать потом потом меня власть в лице типа там чижавку унижала и репрессировала так суровая советская власть они специально меня заставляли делать вот заниматься вот этой вот самой электротехникой вот это это было просто позором для нас для меня это я считаю позор этот позор товарищи вот так что так же не повезло так же в принципе егене тихоновичу где-то что-то просто-напросто так не перло как это же самое с ногой ну что же много что ли у него была травма у него было от рождения дефекты потом до этого дальше вот дальше пошло и в своем импутировали не власть ему отгрызла ну просто такой же не унывал никогда всю жизнь был веселый искрящийся и додельный все-все-все умел даже сам сам себя там относится он знал что он много якает потому что даже в интервью было видно когда он рассказывает он всегда там это самое себе в таком хорошем тоне так сказать предпочтителем а потом я читаю когда он сделал мультфильм про карандаша говорит мы с карандашом ходили по цирку по коридорам нигде мы там гимнастки гимнасток за жопки не щипали то есть тоже еще тот был по сути человек насколько я понимаю правильных взглядов нормальных но говорит типа когда сделал мультфильм поехали в ялту сильно устал на нем поехали в ялту приезжают а там что-то там короче есть какие-то там постановление что-то общем просто что я вообще попросили с мультфильма ушли типа и ему ставили в критику вот он сам пишет моё постоянное яконь то есть он сам подмечал это но если действительно человек был неординарный он и как бы может быть и рад был бы не якобы когда когда кругом его окружают дебилоиды которые не могут так извините меня там очень интересно посчитать его биографию многие вещи вот там вот он он характер его показывает например когда он записался в ополчение и их отправили копать окопы он говорит выкопал гнездо пулеметное во первых выкопал его правильно как полагалось там по градусам по направлению потом это бремя еще было я сделал полочку горит ее а значит это самое под сумки там под патроны и горит ее подровнял когда это товарищ его за ним наблюдал он сказал что когда кабелю делать нечем он яйца режет вычистил вымел там все это сделал красиво удобно все это то есть не просто сделал внизу примет а там прям навел идеальный порядок это сказывается в человеке он ко всему так подходил добротно и правильно то есть вот и тут мы видим по его работам по его многочисленным вот этим вот наброскам вот вот под тем моментом что абсолютно себя не жалел в работе смотрите это тоже набросок это же не компьютер набросок по которому можно сверху потом нарисовать нарисовать как мы делаем сейчас я думаю что если бы уже в его время время рассвета было компьютерное рисование так мы видим что он использовал фломастеры в своих набросках в своей работе вот здесь например то понятное дело что Евгений Ильич обязательно воспользовался компьютером и тогда конечно вот пожалуйста Чиполлино рабочий для многих это типа уже все это уже блин смотрите какой у нас есть интересный автор как это было даже в моем временем у нас военные дома в форме не ходят у нас вообще как это было даже в моем время когда я учился было принято не ходить по форме в городе то есть из-за этого нас ломил патруль нас наказывали ругали там гоняла нас комендатура все но мы типа ну почему было время брейка брейк не потанцуешь в форме для неприлично во первых как бы кормил себя в ругали но в то же самое время жарко не расслабишься ты на глазах у патруля тебя подмечают ну то есть как бы хотелось все таки немножко расслабиться забыться и так сказать многие вещи были проще по гражданке конечно же ну некоторые гуляли по форме также разогуливали но это считалось типа не лихо а вот круто типа это вот как то там по гражданке из-за этого постоянно патруль ловил отлабливал там задерживал там есть какие-то скандалы были по этому поводу разборки хотя сейчас уже вспоминаю думаю блин а вот я никогда не спрашивал девчонок может им надо было чтобы я в форме был может им прикольнее было гулять с курсантами которого в форме а не по гражданке но сейчас этого уже не вернуть этого не знаю умная мысля приходит опосляно потому что все во время интересны как между прочим если мы посмотрим начало про мигурова закончила вообще не в ту степь сейчас 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 мои друзья сейчас рокфелл норман 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 нибудь матью рейнс окей я да здесь фантастик сейчас мы перенесемся с вами дорогие друзья на яркий диск где у меня собраны чтобы не захламлять свой диск куча всякого сюда и передал к ЛМН я прошел про то что когда смотришь кушников иногда очень интересно еще смотреть за тем как к ЛМН опа как значит жила эпоха да художник же рисует то что видит вокруг себя и что мы видим друзья мы видим сплошных кругом белых людей в основном и что интересно есть и черные но в основном белые и смотрите какие худые все какие все в основном худые толстых практически почти нету там изредка где то вот обычная американская семья едет да 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 конечно это я да да бабушки помню когда мы разговаривали подходила такая да хорошо понял хорошо понял а им сколько называть ага так кому этим это и девчонки которые я помню и кому а мелким все понял все 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 хорошо хорошо то есть не заполняло это пространство черные были в других местах они есть на картинах смотрите какой худой парень да видите худой какой то есть почему это не заполнял не заполняло пространство да вот такое количество иммигрантов черных все это просто ну просто их не было так сильно на виду она вот не принято было потому что вот 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 пожалуйста так вот и Евгения Тихоновича так же у него в этой картинке видите военный дома возле елки праздничный ну я вам скажу просто вам это не удивительно но мы дома в форме не ходим в наши две сейчас хотя есть конечно такие отдельные индивидуи совсем уж совсем отдельные ну ладно вот я думаю что то такое не знаю интересно интересно будет дальше про Евгения Тихоновича все что Мухи сказал смотрите про него про его биографию хорошее вот это вот видео на ютубе значит 10-летие Мигурово радио аурора вот ищите его картинки делитесь со мной так же родился плохой вот подписывайтесь на первый последний независимый истовательный канал на мой Мы независимы, потому что никто не хочет, чтобы я кто-то зависел. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Надеюсь не совсем бесполезно наговорил, что-то было понятно.